Загорелся как спичка. Пожар в доме на Пролетарской всего за несколько минут распространился на все здание. Второй этаж и кровля сгорели полностью. Очевидцы говорят, что когда-то это должно было случиться. Здесь никто не живет уже пару десятилетий. А построили дом еще в 1903 году. Судя по кадастровой карте, объект принадлежит Почте России. В толпе зевак есть предположение, что это был стандартный пожал для того, чтобы на этом месте построить новое здание. Ну а местные, кто живет в соседних домах, утверждают, что в этом доме регулярно на протяжении нескольких лет устраивали уютные посиделки бомжи, готовили себе еду. Возможно, кто-то из них не потушил сигарету. Также соседи жалуются, что в этом доме неоднократно происходили изнасилования и даже убийства. Тоже убийства, несколько раз убийства были. Конечно. Здесь постоянно собираются малолетки. Ничего не заколачивается. Это вообще предоставлено здание само себе. Вот этот дом заброшенный, тот дом заброшенный. А мы вот по бокам живем. Это поджог, поджог. Но только бомжи. Вот бомжи там жили, вот на втором этаже. Вот, ладно. Бомжи жили. Я винтов вызвал. Уберите, уберите. Никто не убирает. А сегодня не дожились. Это хорошо, что вы еще не загорелись. Бомжи здесь постоянно тусовались. Мужики какие-то. Бомжухи конкретные. Я то, что могу сказать. А вы с ними знакомы? Нет. Я с бомжами не общаюсь. Знатно бомжи зажгли кастры рябин накануне 3 сентября. Открытый огонь спасатели ликвидировали в течение часа. Еще несколько часов пожарники разбирали конструкции здания. В операции было задействовано 12 единиц техники и 42 человека. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Сложность пожара заключалась в том, что здание у нас старые постройки, полностью деревянное. Перекрытие перегородки деревянное и пустотное. Шло большое распространение быстрого пожара. По словам жителей, они неоднократно привлекали внимание властей к пристанищу бомжей. Теперь людям жалко. Старинное здание спасти не удалось. Можно же все-таки выделить средство какое-то и сделать, чтобы был архитектурный дом. Почему-то сносят архитектурные дома, а ставят эти девятки. А самое главное – люди боятся. Это не последнее ветхое здание на их улице. И значит, такая же история может повториться еще раз. Мы сейчас долго будем еще на таблетках и на скорых. Вот я сейчас со скорой вышла, еще неизвестно, через сколько дней мы уснем. Ирина Корчагина, Илья Халяпин. День с толком. Ирина Корчагина, Илья Халяпин.